Всем привет, это видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак, у нас сегодня в гостях Алексей Бланарь, шеф-редактор... Добрый день. Добрый день, говорю. Привет, Леша. Я сейчас скажу, Леша, скажи, пожалуйста, сразу, что означает в вашей компании шеф-редактор? Я в том плане, что ты занимаешься всеми проектами, это какое-то креативное продюсирование, потому что я понимаю, у вас есть шоу, ваш локомотив это дизель-шоу, там я примерно понимаю, шеф-редактор? Есть это Михаил Шинкаренко, а шеф-редактор, ну это классика, я всегда был шеф-редактором и на телеканалах, и на продакшенах, и везде, и у нас шеф-редактор, ну это человек, который отвечает за весь контент полностью, абсолютно. То есть ничего, ни одна строчка, ни один кадр не выходит в эфир без моего одобрения, ну и, соответственно, вся ответственность тоже лежит на шеф-редакторе. Понятно. Леш, смотри, я вот сейчас примерно попробую воспользоваться лаконичным сторителлингом, опишу события, да, как видится нам со стороны, да, а ты мне поправь, если я, ну, что-то сказал неправильно. Ну вот для нас со стороны есть компания «Квартал 95», которая состоит из коллектива КВН-щиков, ну, исторически, да, которые делали юмористические шоу, потом, ну, делали там концерты, да, юмористические шоу, потом стали делать фильмы и сериалы. И какое-то время, ну, для нас, по крайней мере, со стороны, да, из индустрии, это была, ну, такая компания была только одна, скажем так, юмористическое направление, да. Теперь появился «Дизель», ну, там, пять лет назад, да, получилось. «Онаполит». Да, да, была такая компания, по крайней мере, для нас, если ты помнишь, мы раньше тоже приезжали тогда, то есть, ну, там, условно говоря, мы об этом еще поговорим позже, но там, как бы, сценаристы по юмору, все в «Квартале», да, там, или, ну, там, условно говоря, или работают на московской студии, да, верно? Вот, и сейчас появился, появилось сначала «Дизель-шоу», да, вот, ну, компания «Дизель-студио», которая, в принципе, опять-таки, по графе, если я не прав, в принципе, по такой же схеме, то есть, она же не везде повторяется, не во всех странах, понятно, что КВН-щики везде пролазают, да, как бы, и все захватывают, но тоже юмористическое шоу, коллектив из КВН-щиков, да, так или иначе, возможно, из разных команд, но это все равно коллектив из КВН-щиков, которые же фронтмены, там, и учредители, и также потом делают концерты, переходят в сериалы, это какая-то, это, не знаю, какое-то украинское, какое-то ноу-хау, или, почему именно, ну, примерно, примерно так же, ну, и поправь мне, расскажи, если я не прав. Ну, поправлю немножко, дело не в том, что, ну, оно не совсем украинское, да, почему? У вас же тоже достаточно в Казахстане много продакшенов, которые вышли из КВН-а. И у вас тоже достаточно много примеров, когда КВН-щики становятся генпродюсерами каналов, режиссерами, продюсерами сериалов, вот, как ты, и так далее, и тому подобное. И, ну, и в России, на самом деле, тоже очень много. То есть, оно, наверное, не так развито в Беларуси, потому что там не такое развитие у телевидения. Ну, нет достаточной конкуренции, как я понимаю. Вот, но белорусы отлично проявили себя на российском телевидении, да, мы же видим, там, примеры СТС, ТНТ, канал Супер, ну, это Yellow, Black and White, и так далее, и тому подобное. Поэтому, ну, КВН- это классная школа, скажем так. У нас не все, вот, понимаешь, чем мы отличаемся? Во-первых, это действительно не одна, то есть, квартал, вот, была команда КВН, вот, они перешли в телевидение, сделали там первый свой продукт, вечерний квартал. До следующих продуктов, они очень долго шли, на самом деле, вот, но они потом начали обрастать, да, они потом начали приглашать авторов тоже КВН-щиков, ну, вот, я же пять лет отработал в квартале после трех толстяков, вот, они приглашали из Луганска авторов, из Одессы, из Киева и так далее, то есть, всех, но, как бы, они действительно росли вокруг КВН-а, а потом придумали свой КВН под названием Лига Смеха, вот. У нас немножко другая история, мы действительно сделали некую сборную изначально, и там не все КВН-щиков, то есть, люди с разным опытом, да, есть там трое из команды Дизель, Женька Сморыгин из команды ЧП, которая, ну, у него, как бы, всесоюзная известность и так далее, но есть такие ребята, как Яна Глушенко, которая никогда не играла в КВН, Олег Иваница, он в КВН играл там когда-то на уровне института и так далее, но это не помешало ему там с нами поработать три года. Вика Булитко, она тоже не выросла в КВН, то есть, ее в свое время пригласили в девчонки из Житомира специально под Юрмальский песенный фестиваль. Вот она съездила два раза в Юрмалу, вот, в общем-то, это ее весь опыт в КВН, да, а так она работала в театре, она очень известная актриса, у нее было две награды пекторали, это лучшая театральная актриса Украины, и она действительно играла в очень серьезных постановках и так далее. Поэтому, вот в этом, наверное, разница, и ты знаешь, в чем еще, вот, наши авторы тоже далеко не все из КВН, то есть, да, есть ребята, которые прошли школу, но есть ребята, которые вот просто пришли, ну, я люблю юмор, да, кто-то пришел из стендапа, кто-то пришел там, вот, ну, просто хочу, вот, хочу, научите, помогите и так далее, вот, но это не КВНовская школа. И иногда нам это помогает, а иногда нам это мешает, потому что все равно КВНщики, они, как я всегда говорю, они чирикают на одном языке. Да, да, да. Слушай, Леш, ну, я, ты знаешь, имел в виду не совсем то, что КВНщики пришли и сделали, а то, что вот, такое ощущение, что первый шаг, это все равно гемористическое шоу, и оно у вас именно, ну, я правильно понимаю, что дизель-шоу тоже записывается со зрителями, да, то есть, это как концерт, да? Да, нет, смотри, на самом деле, ну, это тоже не ноу-хау, не наши, не квартала, то есть, ну, посмотри, любые там советские концерты, да, собрали какие-то юмористы, собрали зрители и так далее. В чем мы, почему мы вообще задумали, да, эту историю? Потому что мы почувствовали, что есть потребность именно в народном юморе. Мы же, у нас самый первый наш был слоган, и наша первая анонсная кампания строилась на том, что шоу без политики. Все, вот мы шутим, ну, это даже в нашей песне, да, о добром, вечном для детей, для взрослых, для бабушек, для дедушек у нас, ну, грубо говоря, мы собрали семейную аудиторию, да, то есть, мы вышли, казалось бы, на мужском канале, но смотрят нас женщины, а уже рядом с женщинами смотрят мужчины, дети, там, родители и так далее и тому подобное. И вот в этом была разница, то есть, мы, ну, до сих пор мы не лезем в какие-то персоналии, в какие-то, ну, про каких-то конкретных людей, ну, у нас нет такого понятия, как куклы, условно говоря, то есть, квартал — это куклы, да, я еще помню, когда он был такой, ну, достаточно безликий, достаточно, ну, вот просто было смешно, да, потому что я в квартал пришел в 2005 году, и как бы тогда было немножко по-другому. Потом начали появляться куклы. Обсуждать, хорошо это или плохо, да нет желания, ну, как бы у них своя стезя, они по ней прошли, прошли достаточно мощно таким прям буром, поэтому молодцы. У нас своя история, мы действительно, мы хотим быть близкими, ну, к конкретным людям, понимаешь, то есть, нас это может быть, как бы нам и помогло, потому что у нас, допустим, гастроли по Украине, и оно не влияет на то, там, какая в стране политическая ситуация, какая там может быть даже где-то экономическая ситуация. То есть, людям все равно нужна эта отдушина, люди при всем том, что у них где-то плохо, там, на работе, там, по телевизору, они приходят, но мы получаем, там, десятки, иногда сотни тысяч комментариев, что спасибо, да, вот я, либо я пришел с работы, включил, и мне стало хорошо, да, либо я вот пришел на ваш концерт, я зарядился, классно, и безумно любят нас дети. Вот почему, не могу понять, да, у нас есть такие, мягко говоря, острые номера, какие, мягко говоря, там, взрослые номера, но дети нас просто обожают, это удивительная любовь. Но дети, вот если говорить про YouTube, это же люди, которые смотрят по нескольку раз, знаешь же, да, что они создают просмотры YouTube, потому что один человек смотрит несколько раз. Расскажи, пожалуйста, смотри, Леш, вот вы, по идее, ну, как ты уже упомянул, вышли на канале ICTV, который считается такой мужской, в нем очень такая сильная детективная линейка, да, то есть они вот, ну, немножко как бы так спозиционированы. Вот до этого вы уже с этим шоу, ну, как это получилось, то есть вы собрались, там, коллективом, или же первым посылом был, там, канал, например, ищет коллектив, который может делать такое шоу, или вы пришли за печенью. Ребята были на канале ICTV до выхода дизель-шоу, то есть вот ребята из дизеля, конкретно вот три актера и наш креативный продюсер Михаил Шинкаренко, они работали на канале ICTV. Они делали, они снимали такой ситком был с элементами реалити, это была путевая страна про железные дороги. И он снят был еще в 13-м году, то есть он был снят перед Майданом и вышел в эфир как раз во время Майдана. И оказался как бы не сильно смотрибельным, потому что понятно, что все переключились на новости, да, и всех интересовала политика. Вот у них была такая первая история. Потом они сняли к Новому году 2014-му, они сняли проект, назывался «Мужской клуб». То есть тоже вроде бы юмористическая история, но она такая была типа в баре, они там что-то выступали, показывали, там у них были интересные годы. Там Боря Барский у них выступал из маски-шоу у них, Антон Лирник выступал, тоже, наверное, знаешь парня. Вот, но как бы вот они сняли вроде бы в эту мужскую стезю, но вот не зашло, ты понимаешь, тогда. И тогда было, то есть они с каналом подумали, что вот неплохо было бы какое-то шоу, вот какое-то, да. И это как раз, ты знаешь, совпало с тем временем, когда вот мы с тобой как раз сотрудничали, работали, то есть работал-то я в другом месте, но я их немножко где-то консультировал, да, потому что они пока не понимали, что они и где они хотят. Ну и где-то рассказали, где-то знакомились, то есть, ну, грубо говоря, я на них тратил две ночи в неделю, скажем так. Вот, но инициатива у них была очень классная, они реально очень хотели что-то сделать. И вот потом уже вот, ну, в долгих муках оно рождалось, месяца три, наверное, три с половиной, то есть через споры, через какие-то там, у нас доска была, на которой была выписана, ну, как бы, структура шоу и так далее. И эта доска за день там могла три-четыре раза полностью вытираться и полностью переписываться, пока мы не... И это продолжалось достаточно долгое время, там, почти месяц, да, пока мы не пришли к тому, что надо, что от этого требуется. Вот. И потом, когда нащупали, ну, то есть очень важно, опять же, мы представили ту аудиторию, которая нам нужна и которой мы хотим понравиться. Вот, и далее... Вы сразу ее определили, ту аудиторию, которую берете и сейчас, да? Ну, то есть... Да, да, мы сразу поняли, кто нам нужен, понимаешь, мы сразу поняли, и я сразу сказал, что успех будет, если мы действительно зацепим разные слои, да, то есть, как бы, ну, соберем вот эту семью, соберем вот этих всех людей, то есть, вот, ты знаешь, да, там, people-метры, у них там, у каждого свой пульт, там, своя кнопка и так далее, и тому подобное. Вот, и я говорю, что нельзя, если мы будем ориентироваться точно на вот тот портрет зрителя ICTV-шного, вот на этого мужика, то ничего не будет, мы получим те же цифры, которые были там на тот момент у ICTV, они были очень невысокие, да, то есть, сейчас ICTV-лидер, а тогда у ICTV-лидер, третья доля была в районе шестерки. Вот, и ничего там такого сверхъестественного не происходило, да, и второй момент, что мы, ну, мы не боялись, да, мы были уверены, как бы, в каких-то своих силах, и мы были уверены в этой аудитории, мы понимали, что мы у всех можем что-то откусить, у всех каналов. И показательно было, что мы, это наше было решение, наша, как бы, инициатива, мы попросили поставить нас именно в пятницу, и именно против вечернего Киева. Вечерний Киев, да, конечно, ICTV-лидер хотел нас спрятать куда-то там в воскресенье, поздно вечером. Найти свободный слот, где вы можете надавать побольше цифр, там, как бы, да, но... А ты понимаешь, они хотели нас ставить в воскресенье после десяти, они думают, что там прям какие-то такие огромные цифры, там, и так далее, и народ уже устает, на самом деле, в воскресенье народ готовится уже к понедельнику, да, он хочет там что-то, то есть, вот, если там идет голос, ну, окей, там, можно под него подремать, там, кто-то, где-то поет, там, в конце сделал громче, послушал, кто выиграл, и, в общем-то, все. Или фильм какой-то посмотреть, там, в сорок пятый раз, вот, и я не думаю, что там могло бы что-то сработать, они позже, там, через два года, по-моему, они делали сами комик на миллион шоу, ну, такое провальное шоу, вот, и вот они его как раз пытались ставить в воскресенье, у них ничего не получилось, вот, но мы когда сказали, поставьте нас в пятницу против вечернего Киева, ну, кто-то назвал нас сумасшедшим, кто-то просто покрутил пальцем у виска, кто-то сказал, вы самоубийцы, я говорю, нет, все будет хорошо, и мы первой программой, мы где-то вровень с ним, а у них доля одной, действительно, были очень крутые, у них доля была 17-20, то есть, они очень хорошо заходили, вот, и первую программу так более-менее вровень, вторым выпуском мы уже их победили, да, надо отдать должное, мы выходили в ослабленном режиме, без реклам, то есть, нас, ну, дали просто вот сплошняком, сплошняком, но при этом то, что мы выстояли, то, что мы показали рост, у нас рост был от 10 до 13 пунктов за час, ну, то есть, как бы, набираешь, 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 все, это дало уверенности нам и каналу, что мы куда-то попали в правильную цель, и поэтому продолжилось сотрудничество, и мы уже, как бы, слушай, Леш, ну, это изначально сразу было сотрудничество двух компаний, то есть, вы создавали сразу, ну, вот, и, ну, или вы, или ваша команда, да, создавали сразу компанию отдельную, то есть, продажную студию, которая будет заниматься вот под этим брендом, условно, Годизель, почему не так же, как до этого канал сотрудничал с ребятами, да, то есть, ну, просто, там, они работали, как бы, ну, вот в этом сериале, например, который ты говоришь за поезда. Ну, я тебе скажу, это как раз было предложение канала, вот, не знаю, почему и зачем, но вот канал тогда, я же говорю, я тогда был, как бы, ну, сторонний специалист, и я этого не знал, но я очень хорошо помню, что этот канал сказал, что, ребята, вот создайте свою структуру, и мы с ней будем сотрудничать, все, и буквально, там, за неделю все зарегистрировали, все, как бы, сделали. Опять же, ребята, то есть, я пришел сюда, вы, ну, уже на полноценную историю, я пришел, когда нам утвердили проект на троих, в июне, когда утвердили Дизель Утро, в июне, тогда я вот с 1 июля я уже пришел сюда официально, ну, то есть, как бы... Слушай, ну, судя по тому, что вы стали делать проекты на СТБ, это тоже, тот контракт не был тоже эксклюзивным, да, то есть, вы не были обязаны... Эксклюзивный контракт закончился 31 декабря 2019 года. А, вот недавно. И, соответственно, мы подписали, а с 1 января 2020 года начал действовать новый контракт, мы создали СП Супер Дизель. Это совместная, как бы, наша история и акционеров этого большого холдинга по производству контента. Понял, хорошо. Леша, смотри, если можно, можем сейчас перескочить и подойти к тому моменту, ну, на тему сериалов, да? Да. Получается, ты пришел в эту команду уже, ну, полностью работать, когда появились еще телевизионные проекты, скажем, да, телевизионные программы, но через какое-то время вы стали делать... Первый был Папаньки, да? Или... Нет, первое было... Ну, если мы говорим о больших сериалах, да, то это Папаньки. Но у нас же изначально было на троих. Но это скетчком, вот, но он для нас очень дорог, и ты понимаешь, это явление на украинском телевидении, потому что до нас, я посчитал, до нас в Украине, там, ну, либо сделано было, либо куплено, либо еще, вышло 17 скетчкомов. 17. И ни один не имел никакого успеха, вот просто абсолютно. Вот. И, ну, имеется в виду такого громкого успеха, да? То есть, выходило там три сестры, в которых снимались, опять же, в свое время там наши актеры, и он вышел 5 сезонов, по-моему, или 6. Достаточно крепкая история, но как бы, ну, скажем, не взорвало, да? Назовем это так. И очень много было скетчкомов. Вот. И тоже нам говорили, блин, ну, ребята, вы идете по этому, что здесь можно найти нового и так далее, и тому подобное. А у нас получилось так, что, ну, я вот сейчас помню, мы пришли на телеканал и говорим, здравствуйте, мы принесли вам вечный продукт. Ну, они так похихикали. Вот. Мы говорим, ну, посмотрим, вот, дали там сценарий почитать. Ну, интересно, снимайте пилот. Сняли пилот, принесли его, а нам руководство канала говорит, блин, так это эфирная версия. А мы, ну, ты же понимаешь, что такое пилот. Это как бы вот. Художки особо не заморачивались, да, там, все на это. Да, но ты понимаешь, но оно получилось, действительно, то есть, настолько с душой и настолько вот совпала вот эта вот компания, ну, нашлась такая команда, вот, что мы сняли уже практически, ну, они потом, то есть, ну, не в таком же прям виде, мы их разобрали там по скетчам, но в разных сериях оно все действительно пошло в эфир. И вот сегодня, чтобы ты понимал, мы снимаем уже одиннадцатый сезон. Офигеть. Да, и это мега повторяемая история, то есть, у нас вот идет премьера сезона, она заканчивается, его еще раз показывают этот сезон, его ставят на троих, там, утром, вечером, в прайме, в предпрайме, там, где угодно, и оно все равно работает, и наши, ну, просто вот представь, одиннадцатый сезон, сколько уже ребята создали разных образов, сколько, сколько сделали гримеры, там, костюмеры и так далее, и все равно у них находится этот задор, и все равно они, как бы, что-то выискивают. Это очень круто, крутой пример. Я просто почему, ну, в смысле, с попаник начал про сериал, потому что, ну, мы с тобой, как бы, изнутри, в принципе, мы же понимаем, что, например, ну, даже если у вас авторы не все КВНщики, но, грубо говоря, из КВН, ну, там делать вот такие сценки на сцене, да, там, ну, скетчи на сцене, как вот, эмоистическому шоу, пусть они даже у вас бывают такие, как целый спектакль, там, до 20 минут, некоторые доходят, но, но в любом случае, и... это наша гордость, у нас есть сцены, которые, это как серия ситкома, то есть у нас есть 24 минуты номер, 29 минут. Я когда смотрел, я просто офигевал, я просто аплодировал, потому что мы же понимаем, что, в общем-то, ну, как бы, эту тему, она настолько доработана, ну, как кавычки, когда понимают, когда такие, как бы, да, как бы, миниатюры, но это уже точно не миниатюра, когда делается, да, ну, ты понимаешь, что, ну, как бы, этот конец, но у вас это идет, идет, как бы, тянется, как бы, и все это гармонично, да, и я понимаю, что там огромная, на самом деле, работа, в том числе и авторская, и редакторская, потому что, ну, как бы, тяжело вот так вот. Авторам, поверь мне, авторам очень тяжело, потому что, ну, вот к нам там пытаются попасть с других проектов, там, вот с Лиги Смеха, там, еще с каких-то, вот, и им тяжело, потому что они вот пишут миниатюру, там, каких-то на нее, и хоп, и все случилось, и я говорю, да нет, ребят, так не бывает, ну, этот зритель пришел для другого, он пришел насладиться, говорю, у нас актеры другие, у нас действительно актеры, вот чем мы, опять же, отличаемся от квартала, наши очень быстро ушли от вот этого КВН-овского прошлого, и действительно, они игра, они вживаются в образ, они не просто проговаривают слова, у них постановка каждого номера, это спектакль, то есть они, вот, у нас самая большая ругань с актерами, когда они приходят и говорят, вот мы не понимаем, кто это, что это, объясните нам, потому что, и когда вот он действительно вживается в этот образ, и когда все, тогда становится смешно, то есть они не могут просто выйти, знаешь, там, бла-бла-бла, отболтать и уйти, нет, им надо вот пережить каждую эту историю, вот, поэтому так, а если ты о папаньках, там, я так понимаю, ты о бабках, смотри, я просто о том, что скетчи, да, или вот такие миниатюры, понятно, хоть они трудно пишутся, все равно, то есть, вот этот вот переход, в общем, переход из КВН в скетч, он более легкий, а из скетча, в сериала, в которых все равно, так или иначе, ситком это, или что там, все равно, ну, там, другой подход, там есть структура, там, драматургия, он не у всех получается, скажем, поправь мне, если я не прав, то есть, в том числе у КВН, да, не согласен с тобой абсолютно, есть и в Украине, скажи, пожалуйста, как вы этот проект разрабатывали, и какая была работа с авторами, это была твоя работа, да, то есть, ну, это, да, ну, смотри, история, история этого проекта такова, я в 2016 году загремел в больницу, очень неожиданно, как-то бессимптомно, но у меня начались проблемы с желчным, и его в тот же день удалили, ну, может, перегрузился, потому что, ну, у нас тогда такой был график очень плотный, может, наследственность, не знаю, ну, вот так случилось в жизни, и все, я попадаю в больницу, причем такой достаточно, а я перенес за месяц 4 операции, то есть, первые 3 там за неделю, да, и все с полным наркозом, и все как-то. Ну, это отдельный разговор, через 3 года еще 3 делали, так, вот такая меди... Ну, сейчас не о медицине, мы же как бы... А медиа желчная, ему понравилось, понравилось себя пиво. К сожалению, да. Вот, и в больнице, ты знаешь, ты многое переосмысливаешь, ты многое как бы, ну, ты отключаешь, при том, что я там не прекращал работу, то есть, у меня был такой специальный столик, компьютерный, у меня вот все, у меня приходят на обход, это профессура, все, я сижу, причем у меня в одной руке катетер, в другой капельница, и я на этих несгибаемых руках, я работаю. И они не понимали, я говорю, да что ж такое-то, да что ж ты вот, ну, сляжь, успокойся, там, отдохни, куда тебе, где тебе. Я говорю, нет, и все, и там даже, ну, там, мама рядом со мной сидела, она, я очень тяжело выходил со второго наркоза, прям вот, ну, очень тяжело. И она говорит, что ты когда вот был в этом бессознательном, бредовом состоянии, вот, ты рвался, ты говорил, что тебе надо, значит, дизель, тебе надо вот на работу, тебе надо к ребятам, тебе это. Вот, и ты что? Я говорю, мам, ну, ты не понимаешь, ну, они же как бы ждут, то есть съемки у нас там, какие-то и шли съемки в это время, какие-то мы готовили, там, концерт должен был быть скоро, и так далее, и тому подобное. И вот на этот ближайший концерт, а я его реально вот писал, ну, вот так, состояние, и потом интересно было, когда вот у нас прогоны и так далее, мне приносили такие огромные эти мешки, ну, такие сидушки, я не знаю, как им называют, такие подушки огромные эти, вот, клали, и я просто лежа отсматривал это все, и, ну, реально, я ходил еще, на самом деле, плохо, то есть мне можно было идти там 500 метров, и все, и потом ложиться. Но я врачей, которые меня там, анестезиолога, хирурга и так далее, я пригласил на концерт. Они посмотрели это, и после концерта подошли за кулисы ко мне и сказали, блин, чувак, вот теперь мы поняли, куда ты стремился, и куда ты хотел, и что вообще происходило. Потому что я тебе скажу, что я вот лежал-лежал все это время, а во время концерта я даже не присел. То есть это такой огромный эмоциональный заряд, это просто, то есть потом, да, все, мне уже дома было там, и отдыхал и так далее, но за время концерта все, ты не можешь, ты стоишь, вот это напряжение и так далее. И вот в этой больничке, лежа, как бы что-то я где-то размышлял, все, ну, у нас тема отцовства, конечно, она очень развита, мы там, дети наши дружат там, и так далее, и тому подобное. Ну, вот я размышлял, и мне пришло в голову таких четыре персонажа. Я их написал, это был один листик бумаги. Пришел, рассказал ребятам, ну, в смысле, они пришли ко мне проведать в больницу, я им рассказал, ой, классно. Когда выписался, пришли, рассказали на канале, ой, классно, все, оно работает, оно все хорошо. Вот оно оттуда пошло. Дальше с авторами нам повезло, мы нашли авторов, у которых была школа, они писали СТСовские сериалы. То есть это было, такое украинское подразделение, с которым работала Ялл Блэкн. Что-что? Айкью Продакшн, не эти ребята. Ну, да, да, у них было, они писали, этот, последний из Магикиана, нет, нет, мамочек они не писали, они писали, последний из Магикиана, ну, они уже к тому времени ушли, когда были мамочки. А может, сейчас заставим, я не понимаю. Ну, в общем, многие сериалы, Яллл Блэкн Уайт, они писали, и у них был действительно достаточно большой, сериальный опыт. Вот. Да, мы там долго где-то притирались, да, мы как бы где-то искали, что-то с ними смотрели, но это нам очень помогло, потому что я думаю, что если бы мы это делали сами, то вот, как ты говоришь, не факт, что у нас бы что-то получилось, потому что, ну, КВН это все равно одно, да, у нас много номеров есть, драматургии там совсем, но это сценическая драматургия, это не киношная драматургия. Вот. А эти авторы, да, они понимают, где, что, как оно должно быть, куда оно должно быть, куда повернуть, куда, куда зайти, и так далее. Да, потому что вот у нас есть, допустим, ситком «Выжить любой ценой», это такой спин-офф, ну, он украиноязычный, у вас его вряд ли смотрят, вот, но это спин-офф, то есть вот у нас есть там пара Саша-Вика, и в них там теща-тесть, вот это было в дизель-шоу долгое время, и мы это перенесли, мы сделали Сашу-вику, сын, а, Лешка у них сын, и теща с тестем в этом же доме купили квартиру в их же доме, и начали делать там ремонт, но ремонт затянулся, и поэтому они живут в них. Да, да, и там, все как со сцены, Егор сосед, Яна соседка, там, единственное, чего не было на сцене, мы придумали, там, Женька Смарыгин, у нас играет деда очень смешного, дед алкоголик, сосед, причем без имени, без фамилии, ну, все говорят, а как его зовут? Ну, дед, ну, ты когда-то слышал, чтобы его кто-то по имени назвал? И ходит такой дед, и он очень, вот это мы, но это мы взяли со сцены, перенесли сюда, и у нас просто ребята наши же, которые пишут дизель-шоу, они пишут этот ситком, просто, ну, грубо говоря, сценические номера, разложенные на локации, и там, как бы, там, грубо говоря, со второй, там, с третьей линии, и так далее, и тому подобное, но это все равно проще, это, знаешь, как я называю, такой, дармограйка. Да, его хорошо смотрят, он очень, очень хорошо окупается, очень хорошо повторяется, у нас, когда его первый показ был, то за неделю, ну, не за неделю, чтобы я не соврал, за 8 дней, вот с пятницы, до следующей субботы, его показывали 4 раза. Офигеть. Да. И он работал, как бы, и всех все устраивает, все хорошо. Мы сейчас, вот второй сезон мы закончили, он сейчас в постпродакшене, ну, уже заканчиваем постпродакшен, и вот сейчас, 16-го числа, прошлых, то недели назад, начались съемки 3-го сезона. Прикольно. Ну, а вот сейчас у вас авторская группа, сколько человек, то есть вы, вы же, я так понимаю, теперь сериальное направление, у вас это, ну, стало направлением, да, это не, ну, там, не один проект, да, вы разрабатываете дальше, что-то еще делаете? Да, думаем дальше, смотри, мы сейчас, ну, мы не то, что у себя, как бы, расширяемся, мы сейчас работаем с авторами, ну, когда у нас что-то начало получаться, многие авторы стали к нам обращаться со своими идеями, со своими какими-то разработками и так далее, да, мы работаем с такими, то есть сейчас, ну, вот, там, в этом году будем снимать, наверное, уже в следующем году выйдет, но достаточно много, причем мы не, мы не останавливаемся на развлекательном формате, мы не останавливаемся на юморе, да, мы будем снимать, грубо говоря, там, романтические комедии, но не только комедии, то есть и за мелодрамы мы сейчас хотим взяться, пока не готовы к детективу, вот удивительно, да, канал ICTV, у нас стало немного детективных. Да, 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 вот, вот ты прям сорвал с языка, у нас в стране действительно очень, много детективов, и если что-то делать, то надо, ну, действительно, что-то яркое, крутое, хотя я встречался с детективщиками, как бы, очень классные ребята, вот, очень все большие молодцы, вот, ну, даже вот сейчас же у нас там и след переснимают, и еще что-то, ну, такое ощущение, что где-то как-то переснимают. Я, ты знаешь, у меня же в декабре было, вот, семинар со сценаристами украинскими, и я так понимаю, там, процентов 90 всех, кто был, ну, это были действующие сценаристы, это, ну, я почти уверен, что все они пишут, детективы в том числе, ну, в смысле, потому что все часто начинают, по крайней мере, в Украине с детективов. Слушай, вот я хотел немножко, вот, ты упомянул, про то, что мы смотрим, что не смотрим, когда мы, вот, мы с тобой последний раз, помнишь, сидели на, вот, завтракали, Хмельницкого, ты тогда сказал, что, оказывается, статистика по Казахстану очень высокая в Ютьюбе, да, ну, в смысле, в ваших проектах, да, ну, потому что, я знаю, что в мессенджерах, я сам смотрю просто, ну, как бы ваши, как бы проекты, ну, и вообще, то, что производят в Украине, это меня удивило, на самом деле, что, ну, как бы много смотрят, это что, дизель-шоу смотрят, или сериалы? Ты знаешь, вот по-разному, смотрят дизель-шоу, но очень большая публика у проекта на троих, вот, она просто огромная, и, я не помню, там, я тебе тогда рассказывал, или нет, мы как-то поехали, вот, с креативным продюсером, и с Егором, с нашим фронтменом, мы отдыхали в Турции, в каком-то отеле, я уже даже не помню, как он называется, но нам потом, там очень много было ребят из Казахстана, ну, и семейных, и таких, и разных, а потом нам объяснили, мы вот на такси поехали, таксист казах, ты представляешь себе? Турция, таксист казах. Я говорю, слушай, а что происходит? А он нам объяснил, говорит, это такой регион, сюда, говорит, очень много наших переехало, ну, прям вот эмигрировало, мы здесь, что-что? Ну, у нас много, в Алании там целые диаспоры живут в Турции, переехали. Ну, нет, это такой небольшой был региончик, честно, сейчас не вспомню, как называется, вот, и он говорит, наши здесь переехали, наши, значит, тут как бы организовали какой-то бизнес, а мы, ну, заезжаешь, там такой квартал магазинов, ходишь, и через один магазин стоят, и казахи торгуют, я, знаешь, как в Алматы приемлю, вот, и он говорит, да, говорит, много наших здесь живет, говорит, а так как мы здесь, как бы, вот там, и в отелях, и в магазинах, и везде, то, говорит, много туристов сюда едут, они, типа, приезжают, им все понятно, они могут там спросить у кого-то, они могут там обратиться по-свойски, и так далее, и тому подобное, вот, говорит, отсюда много казахов, но чтоб ты понимал, что ваши с Егора просто не слезали, вот волейбол мы хотим с тобой, там, туда мы хотим с тобой, там, он в какой-то момент уже сказал, все, я не выйду из номера, понимаешь, там, все эти автографы, все, и мы спросили, типа, они говорят, все, брат, ты что, на троих смотрим, все у нас смотрят, все у нас, ну, есть же как бы и статистика в Ютубе, что и как, но, ну, любят, правда, и дизель-шоу, и, у нас же был интересный момент, мы когда выступали, у вас, честно, вот, в начале сентября какой-то праздник у вас, что-то в этом роде, ну, тогда бы организовывалось, да, и мы выступали, нас пригласили на официальном уровне, через министерство, все, значит, мы, пельмени и Рудеян, ну, Рудеян, понятно, там, они живут вообще в Казахстане, вот, а мы спрашиваем, говорим, ребята, ну, а как вообще вот выбор происходил, что и где, они говорят, изначально там других каких-то предлагали, там, каких-то и старых, там, еще чего-то, и так далее, рассказано четко, говорит, отдайте статистику, кого смотрят в Ютубе, именно в Казахстане, и, говорит, первые два места, это были вы и уральские пельмени, и все, и сразу сказали, приглашаем. Ну, кого-то слушает, ну, это... Ну, то есть, во-первых, приятно, что интересно, а во-вторых, вот, ну, видишь, как нам это помогло, что у нас... Потому что у вас же там тоже, ну, в СЖМикс, и русские, и украиномовные сцены. Я знаю, когда изначально, извините, когда изначально, ну, вот, номера на украинском, и там, ну, многие писали, да, ну, характерные же, как бы, азиатские фамилии, и они пишут, вот, все там, я ничего не понимаю, я ничего не это самое, там, через какое-то время, ну, я уже там чуть-чуть, где-то как-то разобрался, пыры-пыры, и потом там, через там, полгода, такие пошли, ну, много было комментариев, брат, слышишь, я ради вас украинский язык выучил. Да, 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 не, ну, вот это, знаешь, вот это я видел еще на вашем голосе, у нас очень любят голос, и я очень удивлен, почему украинский голос, ну, никто не покупает у нас здесь, потому что, ну, во-первых, наши туда ездят, как бы, участвовать, да, а во-вторых, очень популярные, на ютюбе я смотрю потом, ну, понятно, что там есть такой, ну, это не политический момент, а понятно все, что сравнивают с российским, и так далее, и все, наши-то все, как бы, это же наши братья, они честные, там у них там, условно говоря, голос дети победила наша там, ну, и так далее, то есть, здесь честно, а там уже моменты, вот, но удивительно, потому что там уже пишут, ну, то есть, там же тоже само видение, там часто на украинском языке, ну, вот, в голосе, и прикольно, что у вас тоже, я вот, я не читал комменты, чтобы, ну, там были наши, ну, сам по себе факт этот вообще, такой, очень, такой, занимательный, вот, расскажи, пожалуйста, смотри, если вот, опять-таки, вернуться в какое-то время, когда, ну, вот, так, ситуация такая, да, что, есть часть авторов, которые работают в портале, да, ну, именно в сериальном, пишут сериалы, да, ну, там сватов, там, ну, и вот остальные проекты, да, вот у них есть авторская группа, есть глава там авторской группы, возможно, они же воспитывают каких-то ребят, которые там подтягиваются, увеличивается авторская группа, вы, вы, получается, нашли авторскую группу, которая имеет опыт, ну, вот, с российскими, да, компаниями, вы продолжаете как-то, ну, имеете в виду, собирать эту авторскую группу, то есть я в том плане, что вот так свободно, как детективщиков, там, как мне, как те, кто пишет пиводрамы, или драмы, ну, в смысле, в Украине готовых сценаристов, вот прям, которые пишут комедийный сериал, а это все-таки немножко особенные, да, люди, скажем так, их, как бы, ну, я так понимаю, нет уже, да, то есть это просто все равно какие-то команды, да, в которые, ну, и откуда они могут еще появиться, скажем, ну, как ты видишь ситуацию? Смотри, на самом деле, это очень правильно говоришь, большой вопрос, где они и что они, и не только для нас, то есть, да, у квартала есть киноквартал, но, опять же, не быстро, понимаешь, то есть это у них тоже создавалось очень долго, и очень тяжело, мы не так давно начали этим заниматься, но пополнение действительно из тех, кто имеет некий опыт, и мы готовы помогать, и мы готовы учить, и мы готовы даже предоставить, давать там право на ошибку, да, ну, для многих это важно, понимаешь, потому что, ну, люди все равно переживают, и с первого раза ничего не получается. 100%, первые два, кто не понимает. В этой жизни, да, 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 вот, и это первый момент. Второй момент, мы привлекаем, ну, в будущем, да, мы планируем привлекать не только авторов из нашей страны, потому что, ну, грубо говоря, мы хотим, чтобы все там талантливые люди работали на Украину, это там не пафос какой-то, ничего, а мы просто понимаем, что у нас есть возможность в стране создавать какие-то хорошие продукты, создавать их с перспективой, и не только там в жанре детектива, как пёс, да, ну, у нас там какие-то вещи нам и и ребята с пса что-то дописывали, ну, точечно, понятно, что как бы, вот эти ребята у нас там, они как бы руководители проекта, но им где-то помогали писать диалоги, где-то там помогали какими-то там сюжетами и так далее, вот там, допустим, гремит по всей Европе наш сериал «Крепостная», но хочется, чтобы и наши юмористические проекты тоже гремели, именно наши. То есть сериал «Сваты» и весь киноквартал, он создавался на моих глазах в конце 2000-х годов, начале десятых, и это непростой путь, это не делается там за год, за два, может быть даже за три, успех тех же «Сватов» начался там, ну, условно, с третьего сезона, но вот точно с четвертого. Да, до этого как бы не было такого прям восприятия отличного. Вот, поэтому мы сегодня в сериальном производстве, я могу признать, да, мы в начале пути, но мы будем развиваться, мы готовы экспериментировать, мы готовы предоставлять площадку авторам, и мы будем их воспитывать, потому что, ну, знаешь, как говорят, другого пути у нас нет. Да, ты прям тоже сорвал с языка, прям я хотел за тебя… Слушай, ну, Леш, ну, а я могу сейчас немножко нагло воспользоваться и сказать, что какой-то, взять у тебя какой-то адрес почты, указать в описании, и все те, кто из Казахстана смотрят мой канал, я знаю, что люди с заявками и сценаристы, чтобы они могли отправить тебе свои заявки. С удовольствием. Очень простая почта дизельшоусобачка.gmail.com Все, хорошо. Тогда я укажу его в описании. Те, кто и мне присылает, будут присылать Лешу, то есть у него гораздо больше возможностей для реализации, потому что в Украине, например, можно придумать проект, сделать его, потом продать. у нас можно только как бы получить заказ, а уже потом думать, какой он там будет, ну или, как скажет, заказчик. Все-таки есть определенные нюансы. Да, для нас вот открылись эти возможности в более широком. То есть, в принципе, мы все свои проекты придумали, мы ничего не сделали по заказу телеканала. Но сейчас, вот начиная с этого года, с момента создания СП, то есть мы можем их придумывать, мы можем их снимать, мы можем их смотреть, а потом уже реализовывать их на телеканалах либо на других платформах. Ну, это классно. Вот это сейчас то, что у вас происходит, ты знаешь, я вот эту историю тоже, ну, как бы со стороны наблюдал, начиная с 2014-го. Я первый раз приехал в 2014-м на Киев Медиа Вик, как раз все эти события были осенью, ну, осенью, а события все уже были весной и летом, но я помню, то есть для меня эта история начинается, знаешь, как по стори-тейлингу. Вот оно началось, вот она проблема, что делать в индустрии, потому что я с другими встречался, все не понимали, как без России делать производство, да, то есть не понимали, как серия может стоить меньше, чем 100 тысяч, да, и там, ну, и так далее, как можно не продавать два раза ее на три территории, ну, и я смотрел, ну, а мы тогда говорили, я тогда говорил, ну, ладно, у нас сделается за 30 тысяч, ну, вы научитесь, ну, невозможно, ну, так, честно говоря, научились, хотя у нас теперь стоит 10 тысяч серии, а у вас там, ну, были ближе к нашим тем, ну, так или иначе, ну, научились, это сделали, и сейчас самое крутое, когда приезжаю, вижу, что, ну, понятно, что большие студии, маленькие студии, сейчас появляются проекты, которые, ну, для меня все-таки это самая основная разница, сначала придумываются как интересные проекты, то есть, они могут, можно попробовать, можно, ну, на каких-то этапах, да, развить, как бы, этот проект, и уже, как сказать, ну, не в прямую, понятно, все-таки прощупывая почву, но потом его пытаться там продать, например, то есть, есть уже студии, набравшие силу, которые могут вложить, там сказать, я вот верю, все, будем делать, потом-ка мы продадим на другие территории, там, не знаю, копродакшн, теперь на стриминг, я так понимаю, очень многих в Украине вдохновляет история, ну, мы сейчас способом делать, круто сделаем просто и продадим стримингу, все, вот, ну, и больше ни от кого не будем зависеть, это, конечно, очень крутая история, до которой нам, наверное, еще, которой нам нужно стремиться, вот, ну, Леша, если можно, последний вопрос, как ты думаешь, как будет развиваться, ну, во-первых, отдельный вопрос про кино, расскажи, пожалуйста, вы же тоже занялись кинопроизводствами, но прокатами, да, как я понимаю? Да, мы занялись, но вот это единственный момент, который нам нарушил карантин, потому что мы должны были в мае войти в съемки, соответственно, у нас должен был быть там март-апрель, это предсъемочная подготовка, мы в нее не вошли, то есть мы, ну, вот вовремя остановились, потому что есть проекты, которым вообще не повезло, они вошли, они уже начали тратить деньги, и у них все остановилось, вот, мы, слава богу, не успели, но, соответственно, у нас и сдвинется прокат, мы хотели делать прокат осенью, сейчас мы его сделать не успеваем, вот, но очень хотим, у нас было, на самом деле, ну, безумное количество предложений по поводу прокатного кино, и они сейчас продолжают поступать, но мы хотим сделать первый фильм действительно свой, и поэтому мы... Это прокатная история, да, это коммерческая история? Да, да, это коммерческая история, мы хотим сделать очень хороший бокс-офис. Поэтичное кино. Что? Непоэтичное кино, или как его называют? А, ну, не арт-хаус, да, 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 да. Вот, и мы хотим, поэтому мы как бы пошли на предложение в фильм.ua, делать что-то совместное, но они больше там какие-то там производственные мощности, прокатные мощности, у нас как бы творчество и раскрутка, да, мы понимаем, как раскручивать свои продукты, потому что у нас там в телеке 5-6 миллионов аудитория каждую неделю. Когда мы проводим концертные туры, это там 100-150 тысяч людей, которые, ну, приходят, платят большие деньги за то, чтобы на это посмотреть, да, то есть намного, десятки раз больше, чем билет в кинотеатре. Вот, поэтому мы понимаем. Ну, вот, что касается, то есть, грубо говоря, нам здесь нужно запуститься, нам нужно снять первый фильм, а дальше я уверен, что у нас будет достаточно хорошая киноистория и очень долгая. Слушай, ну, и каким ты видишь вообще будущее вот этой индустрии, скажем так, как правильно назвать, сериальной? Ну, я больше про игровуху, да, скажем, ну, не про шоу, а вот сериалы, там, кино, мини-сериалы. Ты между в Украине? Ну, в Украине и в контексте то, что происходит в мире, в контексте стримминговых платформ либо, ну, ко-продакшенов, то, что вот сейчас, мне кажется, очень актуально для вас. Ну, ты уже упомянул, например, крепостной. Смотри, я считаю, что благодаря появлению огромного количества платформ и благодаря тому, что потихоньку рекламодатели обращают на это внимание и они понимают, что это тоже контакт и это очень хороший контакт и, ну, если у нас там в Ютубе охват 10, 20 миллионов, 25 миллионов, да, или там выходят наши продукты где-то на платформах и их смотрят с не меньшим интересом, то есть это уже там, грубо говоря, 45-й повтор, она уже засмотрена до дыр, но все равно находятся те, причем люди не стесняются и отзывы пишут там, и еще что-то. Вот, я считаю, что это пойдет на пользу именно контенту, то есть сегодня даже наши, даже отечественные платформы уже готовы заказывать этот контент, уже готовы за него платить какие-то деньги. Мы не говорим, что они прям такие огромные, да, Netflix и так далее, но это уже хороший шаг, да, то есть когда-то они предлагали 100 долларов за час, потом они предлагали 1000 долларов за час, сегодня это уже исчисляется какими-то десятками тысяч, и это уже можно о чем-то говорить и что-то снимать. И в будущем, то есть грубо говоря, мое ощущение, что в будущем деньги будут бегать за контентом и выигрыши будут те, кто действительно может создавать хороший контент. Не потому, что там у меня на канале там Кум, Брат, Сват и так далее и тому подобное, вот это все должно уйти и контент будут создавать именно те, кто умеют и получать за это деньги. независимо от того, какие платформы, где, что, то есть если у тебя хороший контент, он зайдет везде, его купят в любом случае, неважно, не эти, так другие и так далее и тому подобное. И это повысит качество контента и это, ну, действительно приведет к развитию индустрии. Я так надеюсь и я в это верю. очень круто, Леш, я прямо, я прямо хочу сейчас просто закрыть зум и начать что-нибудь писать. Леш, большое спасибо за этот разговор. Я надеюсь, что в течение года я еще, возможно, к тебе обращусь, может быть, еще раз что-то запишем, ну, либо по-любому встретимся в Киеве, еще продолжим наш разговор. Ну, а сейчас большое спасибо за то, что мы сделали это видео для моего канала. Я надеюсь, что нескольким людям, которые смотрят, это тоже даст силы для того, чтобы делать контент, потому что, в общем-то, делать, ну, по крайней мере, придумывать и писать контент. У нас сейчас нет никаких преград, там, ни страновых, условно говоря, там, ни в какой-то стране, ни где ты сидишь, там, если я укажу еще почту компании Дизель Студио, если вы сможете отравлять заявки туда, если вы талантливы и что-то можете, вас обязательно заметят, потому что пришло это время. Да, обязательно. Коль, тебе огромное спасибо за разговор, для тебя всегда открыт. Спасибо. Ребятам желаю удачи и пишите, действительно, ну, у нас, ну, просто, знаешь, в качестве примера такого мотивационного, у нас есть авторы, которые вот просто, там, свое время, когда-то, когда мы начинали, вот пришли, вот так, суть, здравствуйте, я вас слышал, я хочу для вас писать. Да, и начал со временем писать. Ну, не сразу, конечно, ну, полупил по шапке пару раз и так далее, но, как бы, все впереди. Все понял. Спасибо большое, Леша. Это был проект серийный продюсер, меня зовут Николай Пак, подписывайтесь, если вам это нужно. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова . Продолжение следует...